Дорогие зрители, здравствуйте! Мы должны помнить и не забывать, что именно армянский сепаратизм, национализм стал главным источником сначала Нагорно-Карабахского конфликта, а дальше Нагорно-Карабахский конфликт фактически запустил механизм дезинтеграции Советского Союза. Территориальная целостность Азербайджана де-факто и де-юро восстановлена. Народ Азербайджана во главе с Верховным Главнокомандующим президентом Ильхамом Алиевым поддержал убедительную победу. Это главное военно-политическое событие 2020 года. Высказал и неоднократно президент России Владимир Путин, который четко сказал, что конфликт, боевые действия ведутся не на территории Армении, а следовательно никаких причин и обязательств у России и его ДКБ по военному вмешательству в конфликт не существует. После восстановления международно признанных границ Азербайджана любое покушение Армении на азербайджанский суверенитет и на территориальную целостность Азербайджана будет однозначно квалифицировано как акт международной агрессии. Сбрасывание шор вот этой порочной националистической идеологии, отказ от наследства гитлеровского преступника Горигина Нждея – это все, что необходимо народу Армении для нормального процветания. Поэтому я думаю, Путин как опытный политик, а за последние 20 лет он эволюционировал ведущего международного лидера современности. И знаете, вот эти все игры на деньги армянской диаспоры не приведут к изменению принципиальной и фундаментальной политики Кремля. Что касается других стран, я бы отметил деструктивную позицию Франции, например. Но она продиктована отчасти мощным армянским лыблем. Макрон фактически выступал, ну как, я не знаю, председатель Союза армян Франции, а не президент Франции в своих звонках, когда он пытался там что-то давить на Алиева. Алиев, мягко говоря, ну как бы подипломатичнее это выразиться, поставил на место. Это показатель того, что азербайджанская армия – это армия 21 века. Сегодня даже в Пентагоне изучают опыт азербайджанских вооруженных сил. У меня абсолютно нет негатива к армянскому народу. Это народ, который стал, как в свое время немцы, в Третьем Рейхе заложниками преступной идеологии и заложниками преступников, которые находились в власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова